Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский совет Республики Западной Армении. Указ президента. Скончался боец Ассала Варужан Карпетян. Йоханнес Хан. Мы готовы усилить нашу поддержку реформу в Армении. 1 февраля состоится встреча Пашиняна с Меркель. С начала протестов желтых жилетов во Франции погибло 11 человек. В Ахал-Цихе обнаружен комплекс средневековых бань. Киликийская Армения. Анар-Заба. Указ президента. 28 января 2019 года президент Западной Армянской Республики Арменак Абрамян, учитывая растущий спрос на гражданство Западной Армении в Греции и на Кипре, постановлением номер 16 от 12 марта 2014 года. Статья 77 Конституции Западной Армении. Подписан указ Учреждения почетного консульства Западной Армении в Афинах и о назначении почетного консула Западной Армении. Согласно указу. Статья 1. Создание почетного консульства Республики Западной Армении в столице Греции, Афинах. Статья 2. Назначение Василия Китца Цампы, почетным консулом Республики Западной Армении в Греции и на Кипре. Статья 3. Назначение может быть продлено на два года. Статья 4. Указ будет опубликован в официальном издании Республики Западной Армении. Скончался боец Асала Воружан Карапетян. Об этом сообщает Аревельк со ссылкой на одного из родных скончавшегося. Напомним, что Воружан Карапетян в начале 80-х годов возглавлял французский орган армянской секретной армии освобождения Армении. После взрыва в парижском аэропорту Орли в 1983 году он был задержан и приговорен к пожизненному заключению. Через 17 лет после этого на основе заявлений армянской стороны официальный Париж его освободил и депортировал в Армению. Государственное телевидение Западной Армении выражает соболезнования в связи с кончиной храброго бойца Асала. Комиссар ЕС по европейской политике, соседство и расширению Юханес Хан обсудит в Армении поддержку со стороны ЕС реформам и необходимости дальнейшей вовлеченности страны в регионе. Я с нетерпением жду возможности посетить Армению и провести встречи с новым правительством. Мы придаем большую возможность отношениям ЕС Армении и готовы усилить нашу поддержку усилием страны по проведению реформ, направленных на улучшение жизни граждан. «Приверженность Армении восточному партнерству остается важной для нас, и мы продолжим поощрять Армению к региональному сотрудничеству, процветанию и стабильности. Это особенно важно в этом году, когда мы празднуем десятилетие восточного партнерства», отмечается в заявлении Европейской комиссии. Канцлер Германии Ангела Меркель 1 февраля в Берлине примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил спикер федерального правительства Германии Штефан Зайберт. По его словам, запланирована беседа лидеров двух стран в рамках рабочего обеда, в ходе которой Меркель и Пашиняна обсудят двусторонние и экономические отношения, вопросы внешней политики и безопасности. В декабре 2018 года Ангела Меркель поздравила тогда еще исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его блока «Мой шаг» на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения. Она отметила, что будет рада встретиться с ним в ближайшем будущем. 11 человек погибли во Франции за время протестных акций, которые начали «желтый жилет» 17 ноября. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фатахом Ас-Сиси. «11 человек потеряли жизнь с начала этого кризиса», отметил Макрон, трансляция выступления которого ведется в твиттер президента. При этом он подчеркнул, что ни одна из этих жертв не была вызвана действиями сил правопорядка. По его словам, надо воздать должное профессионализму сотрудников полиции, участвующих в обеспечении безопасности французских граждан. Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. Последняя по времени, 11-я волна манифестаций, прокатилась по Франции в субботу и также сопровождалась беспорядками. По данным полиции, в ней приняли участие почти 70 тысяч человек. Как сообщает Genius, комплекс средневековых бань был обнаружен при реконструкции одного из домов в Ахалцихе, Самцхея Джавахети. Дом находился в историческом центре Рабата. Вход в баню был найден под полом одной из комнат в доме семьи Шавадзе. Исторический музей Самцхея Джавахети предполагает, что обнаруженный датируется XVIII веком. По мнению экспертов, куполообразные потолки бань, характерные для этого исторического периода, подтверждают это. Источник сообщает, что в то время Ахалцихская крепость считалась самой влиятельной в Закавказье. Анарзаба – древний город, крепость в восточной Киликии. Был перестроен юстинианом I в VI веке. После землетрясения город стал именоваться Юстинополем. Назывался также Ана-Заурба-Диокесария-Навазара. Город располагается в нижней Киликии, 25 километрах от города Сис. Находился на отвесной скале на высоте 200 метров и был неприступным с трех сторон. В III веке был главным городом Киликии. Завоевали город Византия, арабы, сельджуки, египетские мамлюки. С 1104 года Торос I Рубинян занял город-крепость. С XI века является столицей независимого армянского княжества Рубинидов. Во время правления Рубинидов и вхождения в состав Киликийского армянского царства, опустевший город был заселен и обнесен крепостной стеной. В городе был построен ряд церквей и развалины одной из них XII века сохранились до наших дней. В 1905 году она была сфотографирована Гертрудой Белл. В частности, ею была соснята плохо сохранившаяся армянская надпись вокруг карниза церкви, которую еще за полвека до нее скопировал Виктор Ланглуа. На сегодняшний день надпись отсутствует на сооружении. Геноцид против армян с 1894 по 1923 год не обошел стороной и Анарзабу. Во время резни в Адане 1909 года было убито и армянское население Анарзабы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Плач» Аданэй в исполнении Агапи Казаряна. Аданэй в исполнении Агапи Казаряна. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.